Приступаем к рассмотрению третьего вопроса. Третий вопрос у нас называется «Барльбаза улучшения условий труда с учетом проведения СОУ» «Барльбаза улучшения условий труда» Если вы работаете с вредными сварочными испарениями, дышите металлической курией, на вашем рабочем месте очень холодно или очень жарко, то если плохое освещение или наоборот очень яркое, то ваша работа относится к работе с вредными и опасными условиями труда. Любой уважающийся работник, любой рабочий профсоюз всегда добивается того, чтобы работники работали в приемлемых условиях труда, в безопасных условиях труда и добиваются от работодателей, чтобы они снижали вредные факторы, которые влияют на здоровье работников на их рабочих местах, устанавливали современное оборудование, вытяжки, обеспечивали современными средствами индивидуальной защиты, устанавливали такое оборудование, которое будет безопасно и сохранит здоровье работников. Конечно, на все эти мероприятия нужны деньги, но деньги для компании зарабатывают сами работники, и потом никакие компенсации денежные не восстановят здоровье утраченное на работе. Конечно, мы понимаем, что все вредные факторы и опасные невозможно в одном мгновении устранить, и все равно будут рабочие места, на которых будут присутствовать вредные и опасные факторы. Поэтому есть у нас закон, 426-й федеральный закон, который регулирует трудовые отношения, связанные с работой во вредных и опасных условиях труда. Значит, все условия труда разделяются по этому закону на 4 класса. Это оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. И вредные, в свою очередь, разделяются еще на 4 группы. То есть, это получается 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Значит, в зависимости от того, в какую классу принадлежит ваше рабочее место, вам положены различные льготы. В 2-м кодексе Российской Федерации, значит, есть статьи. Статья 147. Оплата трудноработников, занятых на работах средными или опасными условиями труда. Значит, согласно этой статьи, в зависимости от класса устанавливаются повышенные оплаты труда. Вот если работа во вредных или опасных условиях труда, то 4% от тарифной ставки оклада повышения. Вот, конкретная величина может установиться коллективным договором. То есть, если в коллективном договоре работники прописали, что во вредных или опасных условиях труда повышается там на какой-то процент оклад, то, значит, согласно коллективному договору повышается. Значит, статья 117. Такая РФ. Ежегодный. Дополнительно оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах средными или опасными условиями труда. То есть, если вредные или опасные условия труда, то положен дополнительный отпуск. Вот по этой статье, значит, 7 календарных дней. Это минимальная продолжительность. Есть ли класс 3, 2, 3, 3, 3, 4? Здесь тоже, значит, есть, что если есть отраслевое соглашение или коллективный договор, то дополнительный отпуск этот согласно коллективному договору предоставляется. Вот авиодиспетчеров, кстати, новые я у них не видел, а вот в каком-то из предыдущих там плюс 39 дней. То есть, 28 плюс 39. Это вот там самое вредное у них. Категория. Такая РФ. Статья 92. Сокращенная продолжительность работающего времени. То есть, те, кто работает с классом 3, 3, 3, 4 или опасные условия труда, значит, они должны работать не более 36 часов в неделю. Это вот, например, медики на скорой помощи. У них 3, 3, 3, 4 класс, и вот у них 36 часов. Такая РФ. Статья 222. Выдача молока и лечебно-профилактического питания. То есть, выдается положенное лечебно-профилактическое питание, которое тоже может быть установлено коллективным договором. Статья 27. Это уже Федеральный закон о пенсиях. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии. То есть, кто вот с вредными и опасными условиями работает, он раньше выходит на пенсию. Причем это тоже может коллективным договором регулироваться. Значит, как определяется под класс вредности на рабочем месте? Чтобы определить класс вредности на рабочем месте, значит, он присваивается по результатам специальной оценки условий труда. Порядок этой спецоценки условий труда также регулируется 426-м федеральным законом. Эта оценка условий труда проводится раз в 5 лет. Первый раз она, значит, проводилась, когда приняли этот закон, это в 2014 году, в 2014-2015 год. И вот каждые 5 лет должна, значит, по этому закону проводиться. Нанимается работодателем специальная компания, которая имеет аккредитацию и право заниматься проведением спецоценки условий труда. Гендиректор выпускает приказ о проведении спецоценки условий труда. Это создаётся комиссия, в которую входят представители работодателя, представители работников или представители органов, то есть профсоюза. И представители этой самой компании, которая будет спецоценку проводить. Значит, они разрабатывают дорожную карту, то есть, грубо говоря, они решают, где будут проводить замеры, на каких рабочих местах, какие именно замеры, какие именно факторы будут проверять, что именно мерить, да, в какое время, то есть дорожную карту. И, значит, работники, они по этому закону могут, во-первых, получать всю информацию полностью, кто будет проводить, где будут проводить, запрашивать протоколы, результаты испытаний, какими приборами, то есть всю информацию по соуд работник может запросить, ему обязаны её предоставить. Он может написать заявление на имя директора о том, чтобы его включили в эту комиссию. Он может узнать, в какое время будет на его рабочем месте проводиться соуд, и либо присутствовать в это время на своём рабочем месте, либо, значит, тоже написать заявление, чтобы он присутствовал, если его по какой-то причине включат в комиссию. Вот, то есть следить за проведением этой спецоценки условий труда. Вот также в этом законе есть права и обязанности, причём последние изменения этого закона были подписаны в 27 декабря прошлого года, и вот с января этого года они действуют. Там они немножко улучшают положение работников при проведении соуд. То есть работник, по заявлению работника, значит, должны, могут пересмотреть результаты проведения соуд на его рабочем месте и назначить, как бы заново провести спецоценку условий труда на его рабочем месте по заявлению, или провести экспертизу самих результатов соуд. Вот. Может ли собственник, если он договаривается с компанией, которая проводит соуд, договориться с ней, чтобы она провела соуд так, как ему нужно? Естественно, может. Вот, поэтому работники и профсоюзы должны этот процесс контролировать. То есть в комиссию должны входить, значит, те товарищи, которые будут подходить к этому делу ответственно. Эта комиссия решает, какие на рабочих местах какие вредные и опасные факторы. То есть, естественно, если работники не будут в этом участвовать, или будет продолжать в процессе в этом участвовать, естественно, он может просто ничего не сказать, никаких факторов, и померят там освещенность, шум и все. Какую-нибудь напряженность там трудового процесса. Вот. А все мы знаем, что, ну, если этот закон почитать, там очень много всяких факторов, там биологические, химические, физические, они сами еще подразделяются. И тут уже, конечно, неплохо бы взаимодействовать с медицинскими работниками, с врачами и с наукой. Потому что вот, например, у нас эта подстанция, то есть это электрические поля, электромагнитные поля, магнитные поля. И эта область, она еще не очень хорошо исследована. Вот. И есть как бы работа научная о влиянии этих полей электрических на человека, на здоровье человека. Но я вот одну книжку такую пытался прочитать, очень сложно, ничего не понятно. Вот. Поэтому, конечно, нужно привлекать как бы научных сотрудников и врачей, чтобы советоваться с ними, какие именно факторы на ваших рабочих местах есть. И включать их в протокол, чтобы вот эта компания, которая проводит соус, чтобы она это все измеряла. И, естественно, изменения проводить под контролем работников со всем включенным оборудованием. Вот. Конечно, это в идеальном варианте. В реальности получается так, что берется желтый профсоюз, он молча все подписывает, ничего не указывает, никаких иных факторов. Вот. Сама методика подсчета, она тоже постоянно, она тоже меняется не в интересах работников. Вот примерно на нашем предприятии порядка 700 рабочих мест на порядка 900 работников. И вот была раньше, до соус, до 14-го года была аттестация рабочих мест. Вот по аттестации рабочих мест у нас было 217 рабочих мест с вредными условиями труда. В 2014 год соус проводится соус, и из 217 мест вредных остается два. Вот. Хотя, ну, как бы техпроцесс не меняется, оборудование не меняется, ничего не меняется, кроме самой методики. Вот сама методика изменилась, изменился сам формат этот проведения соус. Естественно, он проводился вместе с профсоюзом, как бы работники пассивно к этому отнеслись, никто не участвовал. И вот этот результат. То есть, если раньше 217 мест, а этот человек еще больше, получали какие-то доплаты компенсации, то после 14-го года работатель себе очень хорошо сократил затраты на работников. Вот. Поэтому, а вот медики, они, вот у них сейчас процесс действия боевой, и они участвуют в проведении соус. И вот я знаю, что они даже по суду, то есть работодатель там пытается им написать, что у них там 3-2 класс, 3-3, а у них 3-4 на скорой помощи. И даже дело доходило до суда, то есть подавали в суд, и, естественно, работники выигрывали. Потому что, если смотреть объективно, то когда там показывают всю машину скорой помощи и вся в крови, естественно, это биологический фактор очень серьезный и вполне тянет на 3-4. Вот на Балтийском заводе тоже, в Петербурге, по-моему, Балтийский завод, да. Там в каких-то цехах работники участвовали и включали на рабочих местах оборудование, сварку, вот, а в каких-то нет. И вот в каких-то цехах там и написали вредность, а в каких-то не написали. И тоже люди не думают, а как так, вот, вроде рабочие места одинаковые, а вот в том цехе у них вредное, а у нас не вредное. А потому что вы не участвовали в спецсценке условий труда, поэтому вам так и написали, что у вас все нормально. Поэтому итог какой, что нужно участвовать в этом, естественно, естественно, это в интересах работников. И работодатель, в его интересах, наоборот, написать, что все нормально и не платить никаких выплат, которые по твоему кодексу положены. И самое главное, самое главное, что работники должны добиваться не денежных компенсаций, которые положены, а добиваться безопасных условий труда для себя. Потому что даже если им будут доплачивать за эти вредные условия труда, то деньги-то они потратят, а потом здоровье у них ухудшится настолько, что они работать не смогут, им нужно будет лечиться, а денег уже у них не будет вылечиться. Ну и, соответственно, время жизни у них сократится значительно. Поэтому нужно добиваться не только участвовать и добиваться, чтобы объективно оценивали рабочее место, но и если реально есть какие-то вредные, опасные производственные факторы, либо своих к минимуму, либо пытаться это делать, не ведясь на всякие денежные компенсации. Вопросы, товарищи, есть доклад? Я бы хотел добавить тогда в части ответственности. Надо понимать, что действительно согласиться нужно с Сергеем, что вопрос здоровья и компенсационных выплат – это не вопрос работы дателя, это в первую очередь вопрос самого работника. Один раз потеряв здоровье, вы ни за какие деньги его уже потом не восстановите. Потеряв свою нормальную работоспособность, то есть вы уже один раз потеряв, восстановиться уже не сможете никогда. И ответственность в этой части работы дателя за невыполнение или несублюдение трудового законодательства, в части охраны труда и охраны здоровья, она, надо понимать, настолько ничтожно мала, что ни один пункт за нашего трудового законодательства не привлечет его к серьезной ответственности. Поэтому мы очередной раз призываем работников, все-таки это вопрос наш, и нам, как никому, его нужно как бы держать руку на пульсе. Наше здоровье – это наше здоровье. Ведь один раз рискнув своим здоровьем, вы рискуете оказаться больным и искалеченным за забором, ну а работу дателю он найдет другого такого же, который еще согласится рисковать. Ведь еще вопрос такой, что в чем непосредственно риск рабочего? Он, выполняя свои трудовые функции, именно рискует жизнью и здоровью, когда он работает с опасными и с вредными факторами. Ну, никакого рода руководитель. Ну, какая у него ответственность? Ну, есть у него ответственность, допустим, у мастера, ответственность перед, за, как бы, за бригаду. Но, если разобрать те ситуации, которые я вот слышал, в Советском Союзе, да, их привлекали и к уголовной ответственности, бывало, что кто-то оказывался в местах не столь отдаленных, как показывает практика современной России, руководитель никакой ответственности не несет. Ну, отстранят его на некоторое время от занимаемой должности управленческой, и все, пройдет несколько лет, и он опять сможет стать таким же руководителем. Поэтому мы еще раз призываем, вопрос здоровья, вопрос охраны труда, непосредственный вопрос наш, и очень призываем участвовать в этом. Еще хотелось бы, вот Сергей не сказал об этом, федеральный закон тоже регламентирует и обязывает работодателя оплачивать учебу у полномоченных по охране труда. Вот этот инструмент очень тоже важен в нашей профсоюзной практике, и, на мой взгляд, если будет такая инициатива от работников или от профсоюзных организаций, по крайней мере, если на предприятии создана профсоюзная организация, в этой организации обязательно должен быть такой человек, который уполномочен от коллектива и обучен охране труда. Нет, ну понятно, я имею в виду, если есть профсоюз, уже обязательно он должен быть там, потому что, вот как до этого человек сказал, я уже не помню, кто докладывал, что у нас был такой момент, и почему-то мы его в последнее время всегда из докладов упускаем, действительно это было так, когда застолбить надо людей в комиссиях, которые есть, потому что, действительно, из комиссии, во-первых, человека уволить гораздо будет сложнее, когда он принимает участие или в участии, да, в работе какой бы то ни было комиссии, особенно если это комиссия по охране труда. Ну, там столько проволочек, столько нормативных документов, причем, что касается охраны труда, законодательство меняется, наверное, по частоте, как никто другой. Если кто-то за этим следит, можно очень это, как бы, сделать вывод такой, что постоянно, каждый год, какие-то нормативные документы один за другим, за этим очень сложно, наверное, только в юриспруденции только такая частота замены. То есть, юристы, вот, кто работают, они тоже знают. Постоянно меняется вот это законодательство в этой части, и за этим, как бы, некомпетентному человеку, который занимается непосредственными своими должностными обязанностями, очень трудно следить. Здесь уже нужны специальные знания. Спасибо. Еще есть кому сказать? Денис Борисович, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Дегтярев Денис Борисович, кандидат медицинских наук, научный консультант Российского комитета рабочих. Я работаю в Санкт-Петербурге в госпитале для ветеранов воин, заведующий эндоскопическим отделением. По данному вопросу, во-первых, я хотел бы немножко поправить уважаемого докладчика. Все-таки в комиссию по СОУД организация, которая проводит непосредственно СОУД, она не входит. Туда входят представители работодателя и представители работников. Там две стороны. И число членов комиссии должно быть нечетным. Со стороны работодателя входит представитель службы охраны труда. Инженер по охране труда. Комиссия, организация, проводящая непосредственно СОУД, она связана с работодателем договором. То есть, они заключают договор, работодатель нанимает эту организацию для проведения спецоценки условий труда. Действительно, в конце прошлого года были приняты некоторые изменения. Причем, они приняты были не сами по себе. Они явились результатом борьбы наиболее активных профсоюзов. Прежде всего, это профсоюзы добывающих отраслей. Там, где условия труда и вредные и опасные факторы наиболее выражены. И где вот этот вопрос, он стоит не просто, так сказать, подвергаясь облучению от экрана вашего монитора. Или вас завалит, так сказать, в шахте породы. Или вы отравитесь газами после взрыва. То есть, там, где эти вопросы, действительно, это вопросы жизни и смерти. И потери здоровья. Там профсоюзы, конечно, проявляли активность. И вот эта борьба, в частности, вылилась в том, что в конце прошлого года были внесены определенные изменения, которые работники и, прежде всего, работники Объединенных профсоюзов могут использовать в своих целях. Об этом уже Сергей Александрович сказал, и, Валентин Владимирович, я хотел бы здесь заметить следующее. Что дают вот эти изменения? То, что работник может заявить свои возражения и замечания по проведенный соуд в писемном виде, представить работодателю в организацию, проводящую спецоценку, и в профсоюзную орган. На мой взгляд, следует обращаться сразу по трем, так сказать, направлениям. То есть, не надо, потому что где-то обязательно потеряется. Если вы подадите только работодателю, понятно, что, скорее всего, это канет лет. Что это дает работникам? Дело в том, что, как сказал Сергей Александрович, часть работников уже, а на прошлом РКР цифру это озвучили, это порядка 15 миллионов работников, они по результатам в первичный соуд, они потеряли право на льготы и компенсации по вредно-опасным условиям труда. И далеко не все из них, а, скорее всего, большинство, потеряли незаслуженно, без действительно улучшения условий труда. Какая опасность есть? Вот этот закон 426 ФСЗ, он достаточно противоречивый. В том плане, что если у вас один раз признали условия допустимыми или безопасными, на них подается декларация о соответствии государственным гигиеническим нормативам условий труда. И дальше, через 5 лет, никто уже соуд проводить на вашем месте не будет. Эта декларация продлевается автоматически, если что-то не случилось. Кто-то не заболел, не получил профессиональное заболевание на этом месте, на рабочем месте, или произошел несчастный случай, то есть то, что дает повод для проведения неплановый соуд. Так вот, вот эта поправка, которая была принята в прошлом году, она дает возможность инициировать опять проведение процедуры соуд на вашем рабочем месте, которое признанно было не обоснованно, признанно, было безопасным. И вернуть, так сказать, соответствующие льготы и компенсации, либо действительно добиться от работодателя, чтобы он не просто на бумаге сделал это рабочее место безопасным, а осуществил необходимые мероприятия по улучшению условий и охране труда, для того, чтобы действительно сделать это место безопасным. Для этого нужно работнику, прежде всего, обратиться. Наверное, самое действенное будет это все-таки обращение в свой профсоюзный, и это обращение в выборный орган, в первичную профсоюзную организацию. И должно быть, естественно, это обращение не единичное. Когда один человек обращается, понятно, что действие это не возымеет. И вот на основании письменных заявлений работников уже профсоюзная организация готовит мотивированное заявление о проведении внеплановой соуд, на которое работодатель обязан отреагировать. Естественно, что без борьбы это все не осуществится, но здесь надо понимать, что охрана труда – это одно из немногих условий, одно из немногих мест в нашей жизни, где интересы государства, как коллективного собственника, как коллективного работодателя и работника, они, в общем-то, сходятся. Потому что последствия профессиональных заболеваний, последствия травм, несчастных случаев и так далее – все это ложится в конечном итоге на государство, и государство несет эти расходы. Поэтому, в частности, одна из задач соуд была все-таки переложить часть расходов по соц. обеспечению на работодателей, которые не обеспечивают безопасные и благоприятные условия труда для своих работников. Вот таким образом. Значит, это первый момент. И второй момент, то, что нужно обязательно делать, значит, при проведении самой соуд, то, о чем уже говорили, присутствует на рабочем месте, и то оборудование, которое вы используете, должно быть включено. Значит, при проведении процедуры идентификации вредных и опасных факторов, и закон сейчас это позволяет, можно использовать результаты производственного контроля. И опять же, может возникнуть такая ситуация, что вот у вас есть журнал производственного контроля, наличие этих факторов опасных, и там одни цифры, так сказать, показатели, там шум и так далее, то, что измеряется. А при проведении соуд совершенно другие получили цифры. Значит, вот это несоответственно, это тоже может быть определенным мотивом, определенной, так сказать, мотивировкой, доказательной базой для инициирования процедуры внеплавной соуд или аннулирования результатов той соуд, которая была проведена до этого. То есть, активная позиция работников и активная позиция профсоюза позволит здесь, с одной стороны, сохранить те льготы, которые положены, с другой стороны, стимулировать все-таки работодателей действительно улучшать условия на рабочем месте. Еще один момент. К сожалению, профсоюзы с самого начала обратили на это внимание, и, к сожалению, пока вот этот спорный крайний пункт из этого закона не был убран, этот пункт, который позволяет снижать класс вредности на рабочем месте на один или на два пункта при использовании индивидуальных средств защиты, эффективных средств индивидуальной защиты. На самом деле, это не стимулирует совершенно работодателя к улучшению условий труда, а вместо этого предлагается, так сказать, надеть работникам дополнительные средства защиты, те же самые респираторы и так далее, или противогазы, которые сами по себе, в общем-то, являются факторами, ухудшающими здоровье. Поэтому вот этот пункт, против этого пункта надо продолжать борьбу и действительно добиваться того, чтобы убирать факторы из самой, так сказать, самого рабочего места, а не пытаться создать барьер, который дополнительно еще будет приносить вред работникам. Спасибо. Уважаемые товарищи, кто еще выступит по данной теме? Ну, тогда предлагается ознакомить с проектом постановления. Пока раз. Пока Валентин раздает. Проект постановления Российского комитета рабочих. Борьба за улучшение условий и охраны труда с учетом проведения СОУД. Российский комитет рабочих констатирует, что результаты борьбы работников, организованных в профсоюзе за улучшение условий и охраны труда, а также изменения процедуры специальной оценки условий труда в интересах работников, нашли отражение в изменениях закона 426 ФСФ в 2020 году. Вместе с тем, без активного участия работников и их представительных органов в проведении СОУД, сами по себе эти изменения не будут способствовать дальнейшему улучшению условий и охраны труда. Российский комитет рабочих рекомендует первичным профсоюзным организациям, организовывать собственные инспекции по охране труда и активно участвовать в проведении СОУД на всех этапах, помогать работникам в составлении замечаний и возражений по результатам СОУД в письменном виде и предоставлять их в виде требований работодателю. На основании письменных замечаний и возражений работников готовить мотивированное предложение работодателю о проведении внеплановой СОУД и требовать ее проведения. Участвовать в разработке и требовать от работодателя выполнения планового мероприятия по улучшению условий и охраны труда по результатам СОУД. Не допускать отмены льгот и компенсации работников по результатам СОУД без действительного улучшения условий труда. Работникам. Заявлять о наличии на своем рабочем месте вредных и или опасных производственных факторов комиссию по проведению СОУД. Контролировать проведение идентификации замеров вредных и или опасных производственных факторов на своем рабочем месте. Предоставлять работодателю организации, проводящей СОУД и выбранный орган первичной профсоюзной организации свои замечания и возражения относительно результатов СОУД, проведенные на своем рабочем месте. Поддерживать первичную профсоюзную организацию в борьбе за улучшение условий охраны труда, в том числе при проведении и использовании результатов СОУД в интересах работников вплоть до коллективных действий. Боя база безопасности каждого рабочего места будет эффективной, если она сочетается с борьбой за увеличение оплаты труда и сокращение рабочего времени, что позволит работникам не цепляться за отжившую систему льгот и компенсаций. Уважаемые товарищи, есть предложение данной проекта постановления принять за СОУ. Вопрос можно? Да. Ну, вопрос, ну, в самом деле, как человек, мы не знакомы с этим совсем, вот, нам сейчас товарищ Дегтярев рассказал о такой штуке, как же, ну, фиксация на рабочем месте, там целый журнал, оказывается, есть, да, то есть можно предоставить вот этот журнал комиссии по СОУ, да? Нет, сравнить, он предлагает сравнить те данные, которые ведутся в журнале, с данными, которые записаны в протоколе по СОУ. Вот, а то, что, ну, в общем, вопрос такой, а вот вид вот этого заявления и вид вот этого возражения, возражений, которые должны быть предоставлены? Ну, да, проще говоря, как это выглядит, что это такое? Заявление, ну, как обычное заявление, от такого до такого, да. Прошу пересмотреть результаты СОУ там, или прошу провести... Здесь мы от коллектива, а не от работника, наверное. Ну, это просто, я думаю, это же будут смотреть люди, которые, как я, не разбираются в этом. И если бы там это было, то было бы проще. Вот, все. Комментарий, ну, можно уже... Ну, наверное, комментарий какие-то, да. Остановление. Рабочий момент. Да, чуть маленький, если честно. Ну, короче, проще говоря, если советовали с актером приостановить работу, да, то тот, кто советовал, рядышком у него появлялось это заявление на приостановлении. Я думаю, у меня, например, заявление заявлений, да, например, не знаю. Да, в таком виде, да. Ну, это рекомендация, или, может, так сказать, проект. Ну, да и как вопрос. То, что вы говорите, мы можем просто потом попасть, сами должны быть, как рабочие. Сейчас, как бы, собраться, и эти вопросы, и все сделают. Давайте, все это пора сделаем, да, чтобы потом разошлем друг к другу. Надо опубликовать. Вот. Понятно. Ну, если товарищ писал, предлагает помочь вам в этом вопросе, мы не будем ему отказывать. А пока мы предлагается данный проект постановления, с которым мы ознакомимся, принять за основу, чтобы в дальнейшем принять. Кто за то, что данный проект постановления был принят за основу, прошу голосовать. Кто против? Сдержавшись. Принято. Уважаемые товарищи, хочу напомнить вам, что свои поправки вы можете вносить в редакционную комиссию. Редакционная комиссия – это все докладчики по вопросам, а также наши научные консультанты и представители Российского комитета рабочих по Московской, Межгородской области. Мы просим вас тоже принять участие в работе редакционной комиссии. Если какие-либо поправки по постановлениям будут, завтра мы их представим и уже тогда примем проект постановления в целом. Так что, внимательно отнеситесь к этой работе. Уважаемые товарищи, если вы повестки рассматривали предыдущих, какие актуальные вопросы вы считаете, нужно поднять на следующем заседании Российского комитета рабочих. Я прошу вас озвучить, если такие решения созрели у кого-то в голове. Уважаемые товарищи, предлагается следующее заседание Российского комитета рабочих провести 20-21 марта. Прошу голосовать, кто? 21-го года. 21-го года. Если кто-то может предложить другие даты, предлагайте. Если есть другие предложения, если других предложений нет, ставлю вопрос на голосование. Нет предложений? Голосуйте. Предлагается следующее заседание Российского комитета рабочих провести 20-21 марта. 2021-го года. Кто за, кто против, кто воздержался. Я не помню, мы оглашали по поводу отмены совещательного голосования. Мы вчера все-таки сказали. Аркадем не было сказано. Поручение, да. Кстати, забыли, уважаемые товарищи. Забыли, я надо было с самого начала. Я надо. Ну да, ну, чтобы в дальнейшем, может, у кого-то вопрос возникнет. Значит, уважаемые товарищи, Орбюро посчитало целесообразным упразднить институт делегатов совещательным голосом и поручить членам рабочей партии, делегированным на РКР, решить этот вопрос. Значит, ставим этот вопрос на голосование среди делегатов с решающим голосом Российского комитета рабочих. Кто за то, чтобы упразднить институт совещательным голосом? Ну, да, во-первых, устарело одно, во-вторых, этот, как бы, розовый мандат не... его обладателю никаких преимуществ не дает. Есть еще одно предложение. Закрепить право быть делегатами только рабочими еще одно предложение. Это тоже содержание, только в другой форме. То есть закрепить право быть делегатами только рабочими. Исключить рабочими и убрать уже не надо. А консультанты как работать будут? А? Не, ну консультант, а не консультант. Это вообще комитет раскладывается в вопрос. Я исторически напомню, что Российский комитет рабочих изначально представлял собой орган, куда дивидировали рабочих, он так и называется, Российский комитет рабочих, представители профсоюзных организаций и производственных предприятий. Но ситуация была такая, что вот в ряде случаев изъявляли желание участвовать в этой работе, в работе Российского комитета рабочих. Представители, я бы сказал, председатели профсоюзных комитетов производственных предприятий, ну в частности, фортового комитета, которые по общему правилу были уже не рабочие. Они были из бывших рабочих, они очень активно поддерживают прогрессивные вещи. И вот в такой ситуации, чтобы как-то вот пойти навстречу этим людям и дать им возможность здесь работать и придать какой-то статус, которого они уже искали. Хотя, собственно, если человек приедет здесь и будет наблюдать за работой, участвовать, получил такое право и выступит, то, собственно, никакого статуса не надо. Он участник, он может повлиять на ход этой работы. Но, тем не менее, вот в тех условиях было принято решение, значит, комитетом, и сложилась такая практика, что были делегаты с решающим голосом, это рабочие, собственно, это не закладывалось понятие Российского комитета рабочих при создании этого органа. И делегаты с вещательным голосом не рабочие, которые делегировались, тем не менее, профсоюзными комитетами производственных предприятий. Больше никто у нас делегатом с вещательным голосом, по идее, быть не мог. Прошло время. И что показывает это время? Что у нас делегатов от рабочих профсоюзов практически не стало. Второе, значит, те, кто раньше, так сказать, нуждался в таком статусе, сейчас уже в нем не нуждается, потому что забыл дорогу на Российский имитет рабочих. Забыл просто дорогу. Это относится не только к докторам, как мы говорим. Таким голосом был дал, например, у нас в свое время Олег Борисович Бабич, потому что защита объединения, защита, это был орган, вернее, это был рабочий профсоюз, то есть в него преимущественно рабочие входили представители производственных предприятий. И, по идее, он мог от такого профсоюза быть направлен с правилом совещательного голоса. Вот они все были на дорогу. И спрашивают, забыли дорогу. Спрашивается, зачем теперь нам нужен еще делегат с совещательным голосом? Кого мы имеем в виду? Голос выступающих имеет тут у нас каждый, кто сочтет, кому сочтет, нужно пригласить в президиум по поручению членов, по поручению делегатов. Никому не отказывают, из тех, кто сегодня выступал, они не делегат. Кому еще нужно? Зачем этот особый статус? Я об этом усматриваю. Некоторые уже, ну, архаизм. И некоторый подрыв принципа Российского комитета рабочих, который был понятен, когда Российский комитет рабочих возникал. Мы знаем, что восстановление включает не только момент возникновения, но и прихождение. И вот это вот некоторая такая была неопределенность для переходного периода. Мне кажется, на, господи, в 26-м году своей деятельности Российский комитет рабочих вполне установился. И он может вполне последовательно осуществлять те принципы, которые соответствуют понятию Российского комитета рабочих. Вот почему. Рукомитет предложил упразднить такой вот, так сказать, институт делегатов с совещательным голосом. Ну, а если упразднить, то зачем говорить о том, что только рабочие имеют право? Ну, вот, само собой, это понятно, это каждый раз закреплено. Почему? Что-то вот как-то даже было бы странно. Это повторять. Как будто бы кто-то в этом снивается. Кого-то в этом надо убеждать, что право решающего голоса в рабочих. Давайте это. Что каждый имеет право дышать воздухом. Ну, как-то вот так вот. То есть, сам очередные вещи, нам не надо по ним принимать решение. Вот видите, вот по делегатным совещательным голосам была неочевидная вещь. Вот видите, Владимир Михайлович Кудрябц, который сам всегда был, так сказать, делегатным совещающим голосом, очень твердо следил за тем, что здесь нерабочих, как-то вот, чтобы они знали, так сказать, свою роль. И что считали за честь быть приглашенными, и это уже большая честь, да, на форум рабочих. И вот он сегодня, видите, вот ставит это по сомнению. Значит, значит, это надо тогда специально решить. Но никто не ставил по сомнению вопрос о том, что должны ли быть рабочими, или не рабочие только делегаты. Но, кстати, никто не ставил вопрос, зачем нам его поднимать. В общем, как-то это странно было. Ну, то, что назрел, то мы решаем. Спасибо. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Каким образом будет осуществляться приглашение именно человека? То есть, вдруг, грубо говоря, в партию или пост МРК появится человек интеллигент, который действительно, который за рабочих, как бы много знает и хочет поделиться информацией, готов. Пожалуйста. Таким образом, это, нет, приглашение же необходимо обратить? Значит, у нас всегда, когда размещаются информации о проведении нового заседания РКР, указываются контактные адреса. Пусть товарищ напишет, да, сообщит, что он хочет сказать, каким он там обладает. Но, согласитесь, что вот, вы слышали сегодня, значит, Денис Борисовича, Дегтярева, да? Я думаю, что вот, я не знаю, по России, кто может так сказать об этой стране дела в соответствии с интересами рабочих. Поэтому, когда вы говорите, абстрактно предположите, а вот какой бы человек. Вот я вам хочу сказать, что за четверть века работы Российского капитата рабочих мы нашли таких людей. Я могу перечислить, кто это. Это Михаил Васильевич Попов. Я думаю, ему есть что сказать. И даже не надо спрашивать. Михаил Васильевич, а зачем вы сюда приезжаете? Значит, Александр Васильевич Казенов. Да, это тоже известный человек, который, вообще говоря, так сказать, долгое время собирал проекты, коллективные договоры, их анализировал. И тогда не возникает вопроса, почему он лучший специалист или один из лучших специалистов в России, который действует в интерес к рабочему классу по этому вопросу. Значит, Кирилл Валерьевич Юрков, который тоже, так сказать, молодой человек и недавно здесь работает. Но в своей работе в Красном университете он показал, что он глубоко разбирается в проблематике положения рабочего класса и интересов рабочего класса. Олег Анатольевич Мазур. Я вам хочу сказать, Олег Анатольевич Мазур, это Энгельс наших дней. Вот Энгельс был, вошел в науку, так сказать, первое его яркое произведение. Было связано с тем, что он написал работу «Положение рабочего класса» в Англии. А вот Олег Анатольевич написал «Развитие работника в России». Это вот не менее фундаментальная работа. И поэтому не вызывает удивление, что у него есть что сказать рабочим. Я не знаю еще второго человека, такого человека, который имеет такое стимизированное представление о положении рабочего класса в России. Вот кого вы имеете до абстракта. Я хочу сказать, вот кто уже себя показал в качестве таких людей из интеллигенции, которые имеют право и заслужили право выступать перед такой высокой аудиторией. Ну и вот ваш покорный слуга. Если вы еще кого-то знаете на такой уровне, обязательно нам сообщите. Но я вам хочу сказать, я очень внимательно слежу за литературой, за выступлениями. И пока еще вот не очень это видно. В принципе, мы совсем не ограничили, не закрыли перечень, что называется, вакансий. В парке много интеллигентов, которые еще какого-то учатся, глупо говоря. Ему что, здесь надо учиться? Мне кажется, вот здесь надо выступать не для того, чтобы им учиться. Понятно, но просто, что мы говорим, становление, они могут стать когда-то такими. А что тогда вы о чем просите? Нет, вот конкретно, да, как получить приглашение, что вот мы сказали, что у нас есть контакты, можно пропустить. А если вот просто так в абстрактном мире, как? Ну вот, есть форкалитет, он, конечно, рассматривает. Вот нас товарищ Митин приехал из Ульяновска. Он и не уступает, он где-то там далеко сидит, но он-то приехал не один. Впервые мы увидели товарища из Ульяновска рабочих. Так если он сумел им объяснить, что вот это важно, и они приехали, они вот очень внимательно, я за ними наблюдаю, они очень внимательно слушают, присматриваются. Значит, товарищ Митин сделал очень полезное дело, и почему бы он мог здесь и не побыть, да? Он здесь с нами, понятно. Как делегатор РКР или как... Он никакой не делегатор, он просто вот гость, участник. Как делегатор РКР? Нет, участник. Он не рабочий. Рабочий делегатор. Так только что уже вроде говорили, что он не рабочий. Он не рабочий. Он привез двух рабочих с собой. Он приехал, он видела, товарищ Митин, приехали сами. Как с ними быть, допустим, товарищ Митин, я не думаю, что у него в средствах есть два раза в год ездить на РКР. То есть ему надо будет помочь. Как с этим быть? Вот как с этим быть? Он и не интеллигент, и рабочий у них ходит. Вот каждый раз мы это будем выяснять. Как с этим быть? А почему это? Это так легкий вопрос, что мы, раз мы всегда должны решить, у вас так хорошо со средствами, или в целом где-то хорошо со средствами. Вот каждый раз и будем, значит, выяснять. И что там плохого? Ну, это не делегат. Он не делегат, да. Не делегат. И тем не менее, он сегодня выступил, и выступил очень полезный. Почти в качестве докладчика. У меня есть вопрос, что как с ними высите. Вот как с ними опять обращаться в оргкомитет и давать свою рекомендацию. Не просто сказать, что вот, пошлите, объясните, вот товарищ ведь провел такую работу и так далее. У нас по факту просто получилось, что мы как раз не сообщили в начале РКР об этом. Но по факту мы уже проводили РКР именно вот с этим. И вот какие-то проблемы были? Нет. Вот доказательства. Вот и доказательства. Вот двери РКР открыты для тех, кто полезен рабочему классу, двери открыты настижь. Но полезность это не просто, я говорю, я очень полезный, а по делам их узнают их. Если человек зарекомендовал себя делом, ну конечно, они очень ждут. У нас, к сожалению, еще очень мало. Я все время боюсь, когда этой аудитории не хватит, а ее все время хватает еще. Понимаете? Да, да, да. Коронавирус. Поперывает не хватает. Нет. Не коронавирус. Пока еще вот мало. Уважаемый товарищ, у нас было предложение на Владимир Михайлович. Я поддержал бы, и даже поддержу это предложение, в том случае, если мы вернемся к изначальному состоянию. Заседание Российского комитета рабочих. Точка. Никакой не семинар, ничего. Семинар предполагает участие самых разных людей. А мы самых разных выбираем, оставляем только Российский комитет рабочих. Давайте так и напишем. Российский комитет рабочих. Вот тогда это все будет соответствовать. Борис Михайлович, вы кого убрали? Вот посмотрите, вот Панин Сергеевна Кошкина. Не рабочий. Ну как, вот кого вы убрали сегодня, по факту? В названии? В названии мы оставили всех. А теперь говорим, нет, ребята, вот запретим. Какой статус у человека, который вот приехал, так сказать, нерабочий? Вот какой у него статус? Один момент, другой момент. Его направили в предприятие. Он возвращается, так сказать, к людям. Они говорят, был? Был. Покажи хоть что-нибудь, что ты там был. Постановление. Постановление привезет. Постановление привезет. Неужели мандат кого-то интересует? Бумажка. Я бумажек таких наделаю. Сколько хотите. Интересует. Да мы напишем ему справку, что он был, выступал, его внимательно послышали. Еще с вас, вот там в интернете, где-то там что-то не показывают. Ребята, я говорю, спрашиваю, а ты был вот в чьего? Я говорю, вот видите, вот мне мандат. Вот лично у меня. На заводе знали, что я там. Знали, что я вот здесь стою. Я говорю, мы больше мандата можем написать. И мандат показывают. Мы дадим справку, что было, выступало, и как мы к этому даже отнеслись. Еще раз говорю, по поводу добавки к названию заседания, что это семинар, под эгидой получается, чей-то, а мы главные. Российский комитет рабочих главные, а все остальные предатели. Вот давайте и оставим заседание российского комитета рабочих. Давайте голосовать. Есть предложение. Мне как бы странно, потому что российский комитет рабочий главный. И совершенно согласен с Владимиром Михайловичем. Поэтому мы пишем в наших информационных сообщениях, что заседание российского комитета рабочих, семинар по рабочему движению. Ну, главное стоять на первом месте, Владимир Михайловичем, так как вы и настаиваете на чем. Вот так и мы пишем, соответственно. А то, что никого мы не выставили. То есть вторая часть, это тоже участники. И очень полезные. Это вот трассное радио сидит. Это значит, будет приставлен информацией. Так а что, я не понимаю, вот они не возмущаются. А вы возмущаетесь. Это я вообще не понимаю, ничего уже. Как это понимать? Есть предложение проголосовать, как представитель предлагал. Уважаемые товарищи, значит, чтобы решить этот вопрос, предлагается этот вопрос поставить на голосование. Кто за то, чтобы упразднить институт совещательного голоса? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Один против. Выдержался. Большинством голосов. Так. Не думал я, что да. Опять мы времени столько потратили. Ну, уважаемые товарищи, я предлагаю все-таки к завтрашнему дню над повесткой поработать. Тогда те люди, которые не смогут завтра присутствовать, но на информационных, в информационных лентах мы представим повестку, которая будет принята для следующего. И тогда сообщим. Пожалуйста, в общем, убедительная просьба поработать над постановлениями, над проектами и определиться с той повесткой, которую бы вы хотели видеть непосредственно на следующем заседании. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ